Ваши устрицы. Хорошего дня! Друзья, всем привет! Меня зовут Алексей, и я фишмонгер компании Джундори. И сегодня мы поговорим о том, какие бывают устрицы. Начнем с того, что по происхождению условно устрицы подразделяют на дикие и воспитанные человеком. Фермерские. Проще говоря, школьник и выпускник Гарварда. В дикой природе устрица проводит всю свою жизнь в море или океане. Ее размер нестандартный, а вкус непредсказуемый, как и у всего созданной природы. Мне кажется, нож сломать можно. Дикую устрицу сложнее скрыть, так как у нее нестандартная форма и более плотная раковина. и я ее не могу вскрыть. У каждой устрицы вкус будет свой, сформированной морской водой того региона, где она росла. Характерные ноты насыщенно-морские, интенсивно соленые и минеральные. Хотите попробовать? Фермерская устрица также проводит всю свою жизнь в море или океане, но воспитывается человеком. Так, детишки, переворачиваемся на бочок. Через часик у нас обед. Планктончик вас, планктончик, ждет. Настоящий воспитательный подход это 100% эко и натурель, но гарантирует качество и безопасность в соответствии со стандартами. Что министерству образования и не снилось. В фокусе все. Чистота воды, питание, здоровье моллюск. Важно понимать то, что устрица питается только натуральным фитопланктоном. Никаких стимуляторов роста и искусственного прикорма. Естественный процесс роста устриц, а это около трех лет, поэтапно контролируется. Органолептические характеристики отдельный разговор. Первыми начали заморачиваться французы, фрики устрищной эстетики. Они стали оценивать форму, красоту раковины, размер моллюска, его вкус и послевкусие. Какие нравятся вам? Классический морской вкус устриц во Франции хотели развить и придумали то самое афинирование, о котором фишмон Грэджон Дори знает все. Кто писал этот текст? По технологии? По технологии, да. По технологии после двух... По технологии после двух-трех лет жизни в море устрицы отправляют в природные водоемы. После трех-четырех лет жизни в море... Ничего страшного. Пикнул. Мне это пищалка. После трех-четырех лет жизни в море устрицы погружают в локальные, природные, опресненные водоемы. А теперь узнаем, зачем. Зачем? 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 Опресненная вода снижает концентрацию соли и во вкусе проявляются те самые оттенки, заложенные в устрицу природы. Так они приобретают свой фирменный стиль. Финн, списяль или пус. Финн, один месяц афинирования. Вкус моря. Умеренно соленый, минеральный, с йодистым послевкусием. Списяль, от двух до четырех месяцев афинирования. Сладость, легкая йодистость, свежесть. Цветочное и фруктовое послевкусие, сливочность. Пус, от четырех до восьми месяцев афинирования. Сладость, сливочность, ореховое послевкусие. не такая соленая более деликатный вкус сложный сладковатым и ореховым послевкусием ставьте лайки пишите комментарии нажмите на колокольчик и обязательно пробуйте устрицы получайте свои органомистические какие там подожди просто это сразу фразу стёпину какие гастрономические удовольствия